Сегодня с утра прошла информация по поводу того, что активизировались действия боевые в районе Черного моря, в районе Одессы. Там группа кораблей обстреляла береговую линию. Вылетели два истребителя Су-30, которые благополучно наши ПВО сбили. И они упали в Черное море, а оно сейчас холодное. Не знаю вообще на что рассчитывают эти военные, которые летают на этих самолетах. Потому что когда-то Арестович, кстати, правильно сказал, русские летчики должны понимать одну простую вещь. Значит, сбитый украинский военный над украинской землей, а на другую землю наши военные не летают, на чужие земли. Он четко понимает, что если он останется в живых и катапультируется, то внизу его ждет звание героя. Его внизу ждут девчата в госпитале и всеобщее признание. А русский военный летчик должен понимать, что внизу его ждут крестьяне с вилами, грубо говоря. Это в лучшем случае, а в худшем случае, вернее наоборот, в лучшем случае наши военные, а в худшем случае сельские жители с вилами. Не завидую я тем, кто попадет в сельским жителям. Я знаю наших людей и думаю, что лучше бы он погиб еще в воздухе. А по поводу кораблей военных, которые находятся в Одесской области и пытаются атаковать Украину. Ну, неужели они не понимают, что Босфорский пролив закрыт турками и в Черном море они находятся сами. Их контингент ограничен и помощь к ним уже не придет. Они же там в мышеловке. Они закрыты в Черном море. Неужели это непонятно? Чем больше будут они обстреливать наши города, тем меньше у них боеприпасов, ресурсов и все остальное и прочего. И тем хуже будет для них, когда до них доберутся. Дебилы, блин.